добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы недельная глава био латха сегодня посмотрим что происходило дальше вот мы 20 яра вышли от хорева от горы синай и пошли в пустыню паран и вот пришли мы в одно место и начал народ как бы роптать на бога ну и вышел огонь от бога и жёг край стана что это такое что мы ропчем что что мы хотели и мы читаем тихилим 78 написано что мы вожелали пищи то есть требовали мясо медража еще требовали только мясо много было чем мы недовольны но всевышний посчитал что это плохо мы взмолились маша молится всевышнего по просьбе маша всевышний остановил огонь но самое страшное что погибли старейшина 70 старейшин израиля они погибли и если бы успокоились то это было бы пол беды нет мы поняли что наглостью у нас ничего не получается мы начали плакать кто накормит нас мясом всевышний нам говорит берите у вас мясо берите режьте вас животное есть у вас кота слишком много все у вас есть у вас все есть чего у меня просите мясо ваше все есть мы говорим нет это наше говорит у вас есть деньги покупайте у народов которые возле вас вы можете себе позволить что угодно вы же вышли богатыми людьми из египта делайте что хотите едите чего вы требуете говорит вот мы помним как ели огурцы дыни даром ключевое слово даром вот кончилось тем всевышний говорит что я дам им мясо маша говорит всевышний 600 тысяч душ а ты говоришь дам им мясо даже если весь код будет зарезан хватит ли им этого даже если все рыбы морские будут выловлены хватит ли им этого свыше говорит разве рука бога коротка и говорит даме мясо будут есть не день не два не пять не десять не двадцать а целый месяц пока из заздрей не повылазит в общем так и случилось написано что еще мясо было не пережевано как настал мор и погибли люди и похоронили народ походливый кто требовал этого мяса в общем страшное дело так всевышний нас успокоил и назвали это место могилы прихотей кеврон готова вот так наши мудрецы говорят что вот как всевышний сказал месяц так это было в течение месяца они говорят нет написано что еще мясо было не пережевано в тот же день они поумирали и медраж пишет что не было у всех это наказание одинаковым кто самый дерзкий погибал сразу кто меньше требовал этого мяса медленно кто-то целый месяц погибал кого-то всевышний простил то есть ли это было не все одинаково кто-то требовал не только мясо требовал еще и запретных половых связей что тоже всевышний запретил пустыне в общем кто-то хотел жить по-египетски без митвот в общем там целое дело мы такое натворили что сами не знаем до чего дошли хорошо что получилось маша молится всевышний говорит я не могу носить теперь один народ в старейшины же умерли и вождей после того как поели мясо написано в тегелим 78 что лучших в израиле поверх это кроме старейших которые умерли в этой тавире теперь киброт готове это же место переименовали киброт готова уже нет наших вождей вот эти двенадцать вождей имена которых мы читали на этой недельной главе последний раз больше нигде вторе нет все их не стало никого не нахшона сына минадава тот то первый море вошел из колена и гуды никакого дедушки гоша сына нуда инуна элишма сынами гуда в общем никого из этих людей не осталось киев заслуг их не было после этого маша молится всевышнему я не один не могу вынесет бремя этого народа разве я родил этот народ или я должен носить его как носит пистон ребенка всевышний помоги мне в этом ну говорит ты просишь а я тебе дам только дашь от себя твоей мудрости выбери 70 человек с каждого колена выбери людей и дай ему от своей мудрости то есть маша должен дать от себя ну как выбрать из 12 колен ровно 70 это так не получается получается 72 если каждого по 6 по 5 будет 60 не хватает получается надо пару по ровному числу взять по 6 что делать с остальными двумя решили делать это все по жребию написали жребий две пустые таблички на 70 написали старейшина кто вытащил старейшина был старейшиной а кто нет значит нет и собрались шатур откровения те кто выбрал табличку старейшины а потом написано что эльдад и мейдад начали пророчествовать и прибежал отрах и говорит эйдад и мейдад пророчествует встанет в общем они реально пророчествовали все правильно то что они говорили это действительно всевышний подарил пророчества все таки они не попали в число семидесяти старейшин но всевышний подарил дар пророчества очень хорошего пророчества но они начали говорить что пустыне вот больше будет вождем а потом он умирает он уйдет и в страну ведет другой вождь чем такие вещи все правильно но егошева этим расстройством прибежал к маша говорит господин мой останови маша говорит не ревнуешь ли ты за меня если бы все сыны израиля стали пророками я был бы счастлив маша так и говорит он был был брат он был самый скромный из людей ему это не надо это власть это всевышний просто его поставил на эту должность и маша никогда не стремился к власти но раз так получилось он просто показывает что он счастлив чтобы все были пророками будет легче с этим народом и кто такие дадами дад мы узнаем из книги живая тора медраж есть который говорит что когда фараон топил мальчиков то амрам отец маша взял и развелся своей женой развелся с женой чтобы не рожать детей чтобы фараон их не утопил и еховед не было такой простой женщины она нет она сказать я не подчинюсь она выходит замуж за вождя колена звулуна будущего вождя эльцефана сына парнаха и рождается эти мальчики вот так после этого мы знаем что опять женился амрам на своей жене его дочка мирям пришла говорит папа ты хуже фараона говорит фараон уничтожает мальчиков а ты не даешь родиться и девочкам получает это хуже его амрам понял свою ошибку и вновь женился на своей жене на еховед это было до дарование тора это не было запрещено жениться в 2 раз на своей жене если она была замужем перед этим и вот родился там маша и вот эти дадами дад получается одноутробные братья маша вот они его братья по по матери вот так и они возглавляли часть еврейского народа то есть очень большие люди были потому что другой мидраж пишет что эльдат это никто иной как эльдат сын кислона вождь колена беньямина это мы в конце головы массы читаем а мидат этак мой сын шифтана он вождь колена эфраима в общем они возглавляли со временем эти колена и естественно они его братья входят в страну и для них будет разделена земля вот они участвовали в разделе земли вот эти его родные братья так их с виду это не найдешь но наша устная традиция об этом говорит после этого что происходит после этого написано что пришли мы в хацеррот ну хацеррот похоже на слово цараат написано поговорили мирям с агароном по поводу кушитки жены маше ибо жену кушитку взял на себе кушитка переводится как темнокожая эфиопка куш кушата эфиопия взял он такую жену вот и так они поговорили всевышний их наградил за это проказы то есть он им к ним обратился говорит как вам говорить против раба моего маше во всем моем доме доверен он они рассуждают так что мы тоже пророки и с нами говорил бог как маше может там неправильно как-то поступать метраж говорит что мирям сестра маше встретила жену маше цепору и сказала какая ты цепора красивая цепора сказала ну и что и она поняла по этому настроению что маше на нее не обращают внимание что он должен жить выполнять заповедь жить женой он это этим пренебрегает она пришла и посоветовала со своим родным братом агароном как с раввином он был первый священник страны естественно к таким людям можно обращаться тем более это родной брат вот они решили побеседовать даже в маше я даже это слышал где-то он там при нем это было даже но всевышний счел это за заязыще за зашона рам наградил агарона проказой мгновенно и убрал чтобы не позорить первого священника а мирям стоит поражена проказой и агарон молит говорит маше господин но исцели ее молись бог маше молится всевышний исцели ее ну всевышний говорит но если отец плюнуя в лицо не скрывалась бы она в стыде семь дней и действительно мирям была отстранена вышла на эстана мы ее ждали семь дней и только потом пошли то есть она была покрыта проказой с головы до ног а написано в главе тазря написано что если проказа покрыла человека с головы до ног то он чистый то есть пока она пятнами покрывает то он прокаженный как только с головы до ног сколько могут видеть глаза коина он чистый То есть это понятно, что у нее уже была эта последняя стадия проказы, когда человек уже чистый, исцелен. Но она просто 7 контрольных дней была. Если бы это было не так, то тогда бы она бы 7 дней подождала, потом еще 7 дней, потом увидели, что нет пятен на теле, тогда бы она могла не раньше 14 дней прийти в стан. Но здесь она уже была всего лишь, уже она уже вздоровывала фактически, только подождали 7 дней. И Агарон говорит, что Коин должен сказать, что она чистая, а родной брат не может сказать, что она чистая. Агарон говорит, что мы не можем сказать, как родственники, что она чистая. И моли Всевышнего, чтобы он ее сделал чистой. И Всевышний сам ее объявил чистой. Вот так. То есть Мириам видит только то, что она видит, со своей стороны видит, что говорит Цепора. Но когда мы были в горе Синаи, Всевышний сказал, будьте готовы к третьему дню, не приближайте женщине, потому что Всевышний вам явится. Маше сказал, три дня не приближайте с женам, дал еще ограду для Торы. И в данном случае они это не поняли. Мириам с Агароном. Потому что Маше все время разговаривал со Всевышним, пустыням, получал Тору, он заботился о народе, ему было действительно невозможно подходить к своей жене. И поэтому, если мы что-то видим и думаем, что человек поступает неправильно, надо очень серьезно это взвесить. Перед тем, как что-то сказать, если ты должен это сказать и говорить на тому человеку самому, а не ходить кому-то говорить. Даже если это родной брат, даже если одна семья, все равно идешь к этому человеку и говоришь. Равец, как Зильбер в волосвенной памяти говорит, что если, если Мириам прямо Маше пришла и сказала, что ты не спишь женой, ты виноват в том-то, в том-то, в том-то, этого не было шонара. Это было бы все правильно. Вот так она пообщалась с третьим лицом, невзирая, что он раввин, и невзирая, что он первосвященник, и родной брат, и все, все равно не имела права. Такие праведники, как Маше, Аарон и Мириам, на очень высокой духовной ступени, они не имеют права даже на толщину волосок где-то ошибиться. Вот так вот. Вот так заканчивается эта вещь. Нам это назидание на все поколения, чтобы мы знали, как себя вести. И на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Рок Бундан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта бат Исрейль, Клара бат Сергей, в памяти Павел бен Эфим, Яков бен Ахун, Гландир бен Григорий, за здоровье Светлана бат Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Ицхах, Инна бат Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бат Ривка, Игорь бен Кира, Полина берпат Суэн Сура, Лена бат Клара, Давид бен Стелла, Жей бат Ида, Рахель бат Лилия, Анна бат Илена, Стелла бат Тейла, Эфим бен Эстер, Инна бат Дора, Д Простыкenn per Данислав бен Рахель, Моисей бен Ева, Ирина бат Двора, Йосип бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бат Ито, фира бат Анна, Геннадий бен Лена, Лена бат Инесса, Ольга бат Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Гана бат Фрида, Ида бат Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бат Белла, Яков бен Рахель, Шимон бен Бира, Фейка бат Берта, Ася бат Года, Марк бен Нина, Ира бат Вера, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ханна ц Сепора Бацара, Ида Бенхая Авива, Фим Бен Цоня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бацарит, Мазл Барасас Гула, Ирина Батури, Рона Рябин Ри, Загросший Дух, Рона Рябин Двора, Низь Бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана Батаврагам, Рафаэль, Эрелем Бен Лариса, Галя Батгидалия, Парасай Брюд, Владимир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Батрая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха Парнасакова, намазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится страшная война, эти события невероятно тяжелые. И до следующих встреч, надеюсь, состоится объем решен в 3 часа дня. Шаббат шалом.